Детали для сельгаз-агрегатов могут служить значительно дольше. Як гэта гадабіцца ведаюць ў Магилёвскім инстытуція технології металлаў. Народжаная адразу з гоноробым званнім. 33 діцяці з'явіліся ў області на свету День Міру. І першыя замаразкі на гэтым тыдні, але без апаткаў. Нажи на сельгаз-агрегатах могут служить значна дольше. Инстытуцт технології металлаў Национальна акадэмія навук, што ў Магилёве знайшоў метад, як павялічыць зноса стойкаць дэталяў. Худка навінка адправіцца на вапрабаванні ў адно сельгаз-продпраемстваў. Эта сталь. Но вот здзіз, вот это вот видно белінькі уже полосачкі такі, ўже наплавлен другой металл, который імеет очень высокую твёрдость, который будет тепер, вот оно и острый, он будд резыць долго і не будд долго изнашывацца. Гэта узорная жа для айсельгаз-агрегата, што косець траву, яго хапая ненадолга, бочасца выходецца строю. Навукулцы инстатута технологій металлаў узмацніли гэту дэталь, дзякуючы дабаўленю іншага сплаву. Фокус в том, что здесь всего лишь 0,5 миллиметра этого наплавленного материала. И он должен, когда наплавляется на твердое, соединиться неразрывно. Это на уровне атомном. Атомы этого материала должны проникнуть в решетку, кристаллическая решетка есть такой, и соединиться с атомами другого материала. Тогда это называется диффузия. Тогда это не разорвать. А если просто прилепить, то оно отвалится. Вот это выглядит в цеху. На нож наносит крыху порошка иншого материала. 26 секунд нагреву и у разы повеличена сносостойкость деталей. Очень много тонких моментов, несмотря на то, что она достаточно простая на вид. Здесь есть и отдельные подогревающие узлы, отдельные охлаждающие. Поле только высокой частоты распределяется нелинейно по поверхности ножа. По-другому не удается обеспечить равномерный прогрев. Эти опера новинку опробуются на одном сельхаспортприемству Беларуси. Новоколцы стверждают, что человечество выкористовывая только 15-20% уластивостей от длитых металлов. Задача – больше широко раскрыть внутренние резервы сплавов. Вот узор алюминия дьюна. Однако этот мягкий металл при выконании певных умов может легко резать навод папиру. Это просто демонстрация, это не его применение как нож, есть другие вещи. Но это демонстрация того, что вот эта поверхность будет работать очень долго и не будет изнашиваться. Десятки заводов с такого сплава набывают детали у института и выкористовывают их у машинобудования. Задача, как бы творцы набывали ответную технологию и обсталевание. И сами массово выпускали такие детали. Татьяна Сергеичек, Александр Артемьев, Новины региона. Сусветный день без автомобилей в Могилеве велосипедисты отзначили заездом по центру города. У суместной акции активистов в велоруху, идя шоутоинспекции, приняли удел каля 60 человек. Яны проехали от музея Мяпаула Масленникова до площади Славы. Таким чином, уладальники двухколовых паспробовали притягнуть увагу до того, что автомобили забруживают по ветру. А кроме этого, организаторы велозаезда имкнулися нагадать усим удельникам дорожного руху, что велосипед повинт быть обсталеванный лихторами. И тогда у темный час ягос далек бачна и водителям, и пешаходам. А это обеспеки на дорогах. Велопробег стал часткой Европейского тыдня мобильности. И он завершился работой однадзённой велошколы. Гоноровое звание «Дитя миру» сё лето отрымали 33 новонародженные Могилёвской области. Гэта 18 хлопшиков и 15 девочинок. Менавито стольки малых заявилися на свету в области 21-го вересня у Международный день миру. С такой нагоды у родильных домах повиншевали матуль. Тут у Могилёвской больницы номер 1, 21-го вересня, на свет заявилися 11 малых. Для матуль это первый гоноровый момент после народжения их детей, и он довольно хвалюющий. Ну, как-то мы совсем не ожидали, если честно. Очень приятный сюрприз, очень приятный сюрприз. Ну и как-то вот получилось так, что родили в 00.40. И вот как раз. И дитя мира. И дитя мира. Такой традиции у Могилёве уже девятый год. От фонду миру жанчины отрымливают грошовые подарунки и сертификат дитя миру. Так и статус будет належить и сыну Натальи Кулак, звёздки Севастьяновичи Могилёвского района. У Яена родился сын, и он четвертое дитя у семьи. Маму званием, так назвали малого, вельми чакают дома. Ну, я думаю, каждый человек рожден для того, чтобы поддерживать этот мир, чтобы как-то чем-то его украшать, улучшать. Ну, надеемся, что наши сделают больший вклад в это. Наталью Кулак неодзиной у больницы стала шмадзетной миновита у День миру. 21 числа произошли двое третьих родов, одни четвертые роды. И, соответственно, несколько было повторно рожающих, то есть вторые роды. Ну, то, что радует нас, радует женщин. Олеся Рыбалка Виталь Вопсю. Новин Региона. У областным драматичным театры распачалася персональная выстава Могилёвского мастака Игора Беспалова. До 130-годового юбилея установы авангардист презентовал некальки десятков работ. На палотнах не только уласное разважание мастака и пошук себе, а ле и драмтеатр у особах. Экспозиция, якая промеркована до юбилею, это подарунок от саправдного сябра Могилёвского драматичного. Мастак Игорь Беспалов, який сам не пропускает ни водные премьеры, презентовал сярод инших творов и портреты актеров театра. Такая увага творчим особам приемная. Для Могилёвчан это люди и вядомые, и не. На лику каждого из актеров широк ролев. Новые образы каждый раз промышают глядача переживать нечто особенное. Угытым и есть притягнение театра. Авангардист Игорь Беспалов особиста ведая многих майстров сцены, некоторых малевал по фото. Праца над портретами актеров дае успомин про их творчасть, а она завороживает, каже Мастак, як до прикладу работа на сцене Алены Кривонос. Она так перевлащается в роль, что весь спектакль просто дрожит, полностью дрожит. Она, в общем-то, может ничего не сказать, а как-то вот смотришь просто и думаешь, идет действие какое-то явление, какой-то пресс. Ну, в общем, это гениальная актриса. А крымя портрета, у на выставе еще шмат работ. Усяго их каля 40. Гэта и графика, и живопис, натюрморт и пейзажи, абстрактные полотны. И все гэта у арт-фае Могилёвского драмтеатра. Выстава будет доужиться до 25-го Кастрышника. Катярына Балукова, Олесь Рыбалка, Віталь Вопсю, Новин Региона. У Кировским районе с оправдной талакой побудували крыничный комплекс. И он находится каля вёске Пацава-Слобода, якраз по дорозе, что в ядзе с Бабруйска до Кличева, селетней столицы до Жынок. Як стверждаюсь, мясцовая же харыста. Годзе тому, у гэтым месты знаходзелася царквайя. Ей снижчили у гады атеизма. А ось крыница заховалася. Вязковцы заусюды приходили сюда за водой, лечили ей лековой. Тяпер место добро упорадковали силами усих организаций. Гэта другая по лику крыница у Кировским районе. Здесь, как вы видите, находится беседка. Дальше купель и источник чистой воды, то есть родник, где можно набрать воды холодной, чистой. Брали мы анализы этой воды, годные для питья, даже очень хорошие анализы. Строим, конечно, мы со всем районом её. Здесь сельхозтехника, ПМК-255, ПМК-97, коммунхоз. Все службы задействованы для строительства этого сооружения. А когда начали строить? Начали строить мы ещё в прошлом году. Первые ночные заморозки до минус 2 градусов до минус 2. У день от 9 до 16 выше за 0. Конец тыдню махчыма будзе пахмурным и у Могилёві слупок термометра не поднимется выше 9 градусов. Не надто тёпло, але истотных опадков не прогнозуется. На этом я с вами развитываюсь и нагадываю вечерний выпуск программы «Новина региона» на телеканале «Беларусь-1». Глядите в 18.00. Мы працуем и по моим эфирам. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»